Биотехнология Но в целом биотехнология — это методы и технологии использования биологических живых объектов для получения каких-либо ценных веществ. Это могут быть микроорганизмы, это могут быть микроскопические грибы, животные и, собственно, герой дня растений. Итак, самым первым продуктом, который получили с помощью биотехнологии, было пиво. Я думаю, этот продукт все мы с вами любим, многие даже, может быть, сегодня полюбят его, так сказать. Но мы сегодня не будем говорить о нем, мы сегодня будем говорить о растениях. Итак, биотехнология растений. Давайте немножечко поговорим об истории. Собственно говоря, первые работы по биотехнологии растений были получены еще в XIX веке. Ученые перешли от цветочных горшков к колбам, пробиркам, к чашкам бедри и так далее. И на них выращивали тонкие срезы с корней, стеблей, листьев, пытаясь получить с них что-то полезное. И, как ни странно, им это удалось. И именно в этот момент появилось такое понятие, которое нам очень поможет в дальнейшем. Это тетипотентность клетки. Что это такое? Как-то страшно звучит. Тетипотентность клетки – это такое свойство, когда из одной, всего лишь одной клетки мы можем получить целое растение. На самом деле для растений это такое уникальное свойство, потому что я спорю, на что хотите, что если я возьму, например, у вас кровь сейчас, прямо сейчас, выделю из нее, например, ну не знаю, фагоциты, и посажу их на питательную среду, я сомневаюсь, что вот из них вырастет кто-то похожий на вас. Ничего из них не вырастет, на самом деле. Нет, он вообще-то может вырасти, но совсем не вы, я вас уверяю. Это достаточно важное свойство, которое обусловило именно все дальнейшее течение биотехнологий растений, как науки. То есть благодаря этому свойству мы начали брать эти кусочки растений, самые мельчайшие, садить их на питательную среду и получать из них некую ткань, которая называется каос. И в этом каосе можно было получить те же самые вещества, полезные которые есть в целом растении. То есть эта ткань, она ведет себя абсолютно так же, как и целое растение, но при этом выглядит несколько по-другому. Далее я покажу вам, как именно она выглядит. Итак, собственно говоря, в СССР в 60-х годах этими работами занимались несколько ученых, в частности Бутенко Рейса Георгиевна и Брушвицкий Игорь Владимирович. Но его фотографии я не нашла, возможно, он не любил фотографироваться, но с этим мы пойдем ничего не можем. Собственно говоря, эти два ученых были первыми, кто начал работать в направлении биотехнологии растений именно в СССР. И они вынесли предложение о создании лабораторий, которые бы этим занимались специализированно. Собственно говоря, какие методы биотехнологии растений существуют и как они дальше развивались? Первый самый метод, как я уже говорила, который вырос из свойства, то есть, патентности клетки растительной, это выращивание каоса на искусственных питательных светах. Из этого каоса, вот, пожалуйста, верхний рисунок, это тот самый каос. Из этого каоса можно было извлекать фармакологически ценные вещества и любые другие вещества, которые в этом растении были. Когда-то, когда мы были растениями. Также существуют такие методы, как генетическая трансформация, когда в геномы растения вводят определенную чужеродную ДНК, которая придает ему новые свойства. Ну, то самое, очень-очень распугающее ГМО. Также существуют другие методы, когда в растительной клетке убирают оболочку и работают с тем, что остается, чтобы оболочка, так сказать, не мешала для различных работ. Итак, как все это относится к лекарственным препаратам? Ну, я думаю, многие из вас знают, что растения еще с древности использовались людьми для лечения различных заболеваний, различных недомоганий, скажем так. У первобытного человека съесть растения, чтобы вылечиться от чего-то, это был практически единственный метод. В средние века это был один из самых безболезненных методов, по сравнению, например, с прижиганием рамка ледом железом или с сжиганием просто-напросто человека, как это делали чумные доктора. И если вы использовали растения, у вас хотя бы был какой-то шанс выжить. Но к сегодняшнему моменту нужно сказать, что... Извините. К сегодняшнему моменту лекарственные растения применяются несколько меньше, чем раньше, но тем не менее, если говорить про российский рынок, примерно 40% его занимает, занимают препараты растительного происхождения. Если говорить, например, про страны Европы и США, то там этот процент несколько меньше, это примерно 25-26%, так как там больше любят такие химически синтезированные, полученные препараты и так далее, там что-то интересное. Но на самом деле не стоит сбрасывать растительные препараты со счетов, потому что растительные препараты представляют из себя достаточно интересный объект. На самом деле растительные препараты могут помогать не меньше химически синтезированные, а в некоторых сферах даже и больше. Растительные препараты обладают большей биодоступностью. Они не вызывают таких сильных и тяжелых побочных эффектов, как многие химические препараты. И их можно применять более длительное время. И речь идет, как ни странно, не только об отварах трав, или там настойках спиртовых и прочих вещах. Речь идет именно о тех веществах, которые мы можем извлечь из растений, о фармакологически ценных веществах. Некоторые из них, например, дикоксин, первые картинки, дикоксин добывается из наперстянки шерстистой, и сейчас не существует его химически синтезированного аналога, который был бы так же хорош, как и именно природный. Морфин до сих пор добывается из макоснофорных. И есть много еще таких веществ, которые мы пока не можем синтезировать в лаборатории с нуля. И не в последнюю очередь здесь играют большую роль именно экономические соображения. Потому что на самом деле химия – это наука такая дорогостоящая. Потому что для получения многих химических веществ требуются тяжелые такие условия, как давление повышенное, температура ужасная и прочие вещи. А с помощью биотехнологии это может все получать при более щадящих условиях, которые намного легче создать. Итак, в каких сферах, собственно, мы можем употребить те самые растительные препараты? Это заболевания желудочно-кишечного тракта, нервные заболевания, заболевания сердца и наша всеми любимая онкология. Собственно говоря, в чем проблема? Почему мы не можем просто вот брать растения и делать из них лекарства? Нет, мы можем, мы это делаем, пожалуйста. Но дело в том, что для того, чтобы создать лекарства из растений, необходимо заготовить просто тонны растительного сырья. Вот, пожалуйста, на картинке вы видите огромный шлисток сена. Из него может получиться всего один блистер таблеток. Нерационально, правда же? Во-первых, нерационально, а во-вторых, это создает серьезные экологические проблемы. Есть такие виды растений, которые занесены в красную книгу в связи с тем, что они исчезают с лица земли. Например, вышеупомянутая перстянка, радиола розовая, еще множество других растений. Так, чем же биотехнология растений может нам помочь в этой сфере? Как именно она может решить нашу проблему? Мы можем получать все эти вещества из калуса. Мы можем просто выращивать калус в лабораторных условиях с использованием искусственных питательных средств. И извлекать потом все вещества из него. Таким образом это можно будет сделать и какие растения уже испытаны в этой области. На самом деле, такие работы идут еще с 1947 года. И первые растения, калус из которых был получен, это порвенок розовый и бедена черная. Порвенок розовый, его другое название, это катарантус розовый. И, собственно говоря, вещество, которое из него извлекает, это алкалоид. Он используется в химиотерапии. Итак, каковы же схемы получения нашего любимого калуса? Все, что мы можем взять из природы, это листок растения, которому нам нужно, его цветоложие, кусочек стебля, кусочек корня, все что угодно, от для себя. Мы обрабатываем в лаборатории этот, например, листок, стерилизующими агентами. Затем измельчаем его, и эти мельчайшие кусочки ссадим на особую питательную среду. Пробедочки, колбочки, чашки петли, это не имеет значения. И потом из этого кусочка у нас появляется тот самый калус, который нам и нужен. Это одна схема получения. Существует еще вторая. Вторая схема осложняется единственным тем, что мы берем семена, только семена от растений, больше ничего, садим их, ну, естественно, тоже обработав, садим их на питательную среду, получаем целая небольшая растенница, и от него уже берем листок, и затем из него получаем калус. И тот и другой вариант можно затем перенести в жидкую среду. А почему именно в жидкую среду? Жидкая среда – это намного более удобный агент для работы именно в производстве затем. То есть существуют особые ферментеры, специальные трубидостаты, различные аппараты, в которых принято работать, и которые сконструированы для того, чтобы работать с жидкой средой. И именно они используются для получения лекарств в промышленном масштабе. То есть мы сразу задумываемся о том, что будет потом, как мы будем эту технологию переносить уже на фарк производства. Итак, таким образом мы можем получать из этого калуса вещества, которые нам необходимы. И что же мы будем делать дальше? Ну, что можно здесь сказать? Как всегда, в жизни ничего не бывает просто так, обязательно есть какие-то проблемы. И в биотехнологии растений тоже есть такие белые пятна, так сказать, пробелы в данной технологии получения калуса. Это такие проблемы, как отсутствие универсальной питательной среды. Дело в том, что растение, ну, это живой организм, это понятно. И оно точно так же, как и человек не может есть все подряд, оно тоже не может расти на любой среде. То есть существует основная такая питательная среда, которую разработали физиологи Мурасики и Искук, но она, так сказать, общая. На ней теоретически все растения могут расти. Но дело в том, что не все они это, как бы, будут делать. То есть необходимо рассчитывать содержание, концентрацию различных веществ, чтобы растение не только выросло, но еще и дало те самые вещества, которые нам нужны. Потому что бывают случаи, когда мы получаем калус, мы получаем его в больших количествах, мы получаем его просто в хорошем виде, просто он прекрасен, но он пустой. То есть это просто клетки, в которых нет никаких веществ, которые были бы нам полезны. Да, такое тоже случается. Следующая проблема, это такая проблема, известная еще с древних времен. В ложке лекарства, в чашке яд. Все, все, практически все фармакологически ценные вещества являются ядами. Это весьма прискорбно, но с этим ничего не поделаешь. И тут дело в том, что растение, когда мы получаем из него калус, этот самый калус, если он выделяет нужные нам фармакологически ценные вещества, есть опасность, что оно отравит само себя и просто как бы прекратит свое существование. То есть смысла в эксперименте не будет никакого. Никакого, оно просто умрет. И эта проблема на сегодняшний момент, она одна из самых главных, ее пока не представляется возможным решить. Дело в том, что моя научная работа это получение фармакологически ценных алкалоидов из аконита бородатола. И мы на данный момент как раз боимся, что вот либо он сам себя отравит этими самыми алкалоидами, либо он не даст нам никаких алкалоидов. Биотехнология растений может позволить нам получать лекарственные вещества, более чистые, более приспособленные для использования человеком, чем химически синтезированный аналог. на данный момент у нас есть все, чтобы позаботиться об окружающей среде, чтобы не допустить экологической катастрофы, чтобы не допустить того, чтобы многие растения просто исчезли из природы только потому, что нам нужно пару таблеточек. Мы можем брать от природы меньше, восстанавливать то, что было взято до нас, приумножать и сохранять то, что у нас есть сейчас. И все, что нам нужно для этого, это просто начать действовать и начать изучать биотехнологию растений. Спасибо.